Всем привет! Меня зовут Майя Луткова. Сегодня мы с вами посмотрим фахверк с бассейном, который стоит 200 миллионов рублей. Каково это жить в прозрачном доме и какие здесь есть архитектурные фишки? Узнаете в этом выпуске. Но для начала, пожалуйста, подпишитесь на этот YouTube-канал. Я знаю, что многие из вас смотрят нас неподписанными. А чем больше у нас подписчиков, тем шире наши возможности показывать вам новые дома и квартиры. Ну что, погнали? Сегодня мы в клубном поселке Арт-Эко на Новорижском шоссе. Здесь всего 32 дома. И что меня очень удивило, все они фахверковые в едином стиле. Это единственный такой поселок премиум-класса рядом с Москвой. А вот и наш сегодняшний дом. 475 метров. Два этажа. Вот обычно как бывает. Ландшафтом занимается одна компания, дом строит другая, а интерьер делает вообще третье. А здесь такой интересный момент, что все это создано под руководством одного единственного архитектора. Знакомьтесь, Дмитрий Дроздов. Привет. Вот как раз благодаря Дмитрию все это так сейчас и выглядит. И на самом деле нам сегодня очень повезло, что ты здесь оказался. Потому что с автором проекта всегда путешествовать по дому интересно и суперполезно. Дом расположен на лесной территории. И основной нашей задачей было сохранить этот вид, чтобы лес вошел в дом. Поэтому важной частью концепции является полностью стеклянный фасад внутреннего двора. Это вообще редкость? Многие очень осторожно относятся к таким решениям, потому что, соответственно, вы видите все снаружи и вас видно с улицы. И как бы ни было здесь все защищено и закрыто, есть шанс, что вас кто-то увидит. Ну что, пойдем посмотрим, что ты там сочинил внутри. Да, прошу вас в гости. Я зашла через главный вход в дом, а не со двора, где вы познакомились с Дмитрием. Здесь есть небольшая прихожая с прозрачной стеной, опять-таки. Очень прикольно. И дальше, проходя, мы оказываемся в холле. Он такой светлый, просторный. Сразу чувствуется, что потолки высокие, вот метра три точно. И дизайн прям как я люблю. Вот эта мраморная лестница, минималистичная на второй этаж, с такими прозрачными стеклянными поручнями. Ну просто потрясающе. А с противоположной стороны вот такое огромное, круглое, подсвечивающееся зеркало. Ну и вот эти интересные вазы, которые выше меня, это, конечно, отдельное искусство. Но это лишь холл, а главная комната, самая крутая и интересная, находится вот за этой такой необычной стеной. Да, Майя, это не просто стена, это целая зона хранения. Вот здесь ты можешь вот так вот нажать, попробуй. Нажми и рукой подцепляешь соседнюю створку и открываешь. Как удобно, прикольно. Ну, да, здесь идея, конечно, в том, чтобы сохранить максимально целостность этого элемента, не добавлять никаких руч, которые имеют выступающие части, отбрасывать тень, а именно сделать вот такое панно. Посмотрите внимательно по обе стороны. Это не просто белые стены. Это огромные двери, широченные. Там гостевая спальня, это гостевой санузел. Пойдемте посмотрим. Ничего себе ванна! Здесь сразу трое поместится! Она просто огромная! Обрати внимание, потрогай, какая она гладкая и матовая. Да, это ванна итальянских мастеров, исполнена в матовом камне и считается очень крутой. Вот, насколько я знаю, такие могут стоить миллион рублей. Да, именно так. Штукенция, это что такое? Посмотрите! Да, да, обрати внимание, посмотри. Это от дизайнера Филиппа Старка, крутейший смеситель, получивший много наград. И когда он работает, у него образуется даже маленькая воронка. Пузыречки! Пузыречки, которые крутятся как воронка, да. Здесь есть и минус. Посмотрите, за таким краном нужен супер деликатный уход. Так как он стеклянный, а вода в России довольно жесткая, здесь остаются следы такие, типа накипи. Нужно будет постоянно мыть. С противоположной стороны от входа в дом находится спальня. Ну и сейчас ее используют как основную, но вообще, на мой взгляд, это гостевая, но очень крутая. Боже, ну это прям спальня мечты. Здесь так уютно, так светло, и панорамные окна. Вот мне напоминает это Москва-сити, когда ты можешь лежать в своей кровати и наблюдать, что происходит за окном. Здесь есть очень крутая деталь. Вот эта кровать, она итальянская и какая-то супер модная, крутая. Вы посмотрите, ее изголовье можно вот таким образом загибать и уже лежать на кровати, вот опираясь на внешнюю сторону. Как красиво! Ну так вот, она одна загибается, вторая тоже загибается, разгибается, в общем, трансформер такой. А этот, смотрите, пуфики-барашки. Ну, на самом деле, это тоже какие-то прям арт-объекты, выставок. Все супер модно. Даже столик здесь необычный. Вот, поднимаем цветок, и можно вот так за ручку столик поднять. Он выглядит как корзина. А теперь я покажу вам главную комнату этого дома, ради которой я сюда приехала. Добро пожаловать! Гостиная с камином, столовая и кухня. Дима, как ты вообще такое сочинил? Светильники волшебные. Да-да-да, это итальянские, крутые, ручной работы, муранское стекло, еле нашли. Да ты что! А как ты вообще это придумал? Что они значат? Задача была сделать этот второй свет и сердце, собственно, дома, обеденную зону нетривиальной, поэтому пришлось выдумывать. Вживую это, знаете, выглядит как, ну, такие свисающие сосульки. Смотрите, их можно даже пошатать. А многие светильники висят на разной высоте. Мы все подбирали уже высоту светильника, исходя из расставленной мебели. Подвинули мебель и в каких-то местах опустили, в каких-то приподняли светильники. Над обеденным столом чуть спущены, хотелось большего ощущения нависания такого. Да, а светильнички вот такие, между прочим, стоят 55 тысяч рублей за одну штучку. А стол мраморный, да? Да, стол из натурального мрамора. Раздвигаем. Опускаем. Так. Опускаем и задвигаем. Класс! Я не знала, что даже мраморные столы можно вот так превращать в крошку. Да, из нее выезжают колесики, и он начинает ездить по дому. То есть это такой необычный стол. И можем открыть. Супер! Открывай до упора. Так, открыли. Теперь поворачивай, крути его. Ой, как легко! Вообще! Класс! Любая девчуля справится. Да, ну да, специально сделана для девчуль. Ну что, столовую посмотрели? Давайте пройдем на кухню. Она такая вся светлая, тоже с мрамором, с серыми прожилками, прям как я люблю. Кухня тут вообще самый интересный, наверное, элемент в доме, один из самых интересных. Он состоит из трех элементов. Это вот подвесная парящая столешница с ящиками для хранения кухонных принадлежностей. А еще что интересно, здесь парящая вытяжка, тоже мили, как везде. На Рублевке, в Майами, везде мили. Да, да, да. Ну, такой вот американский, европейский уровень, лучший бренд. Да, и вот эта вот поверхность, видите, я сначала подумала, что это разделочная доска и хотела ее убрать. А оказывается, это варочная поверхность. Здесь комфорки. Посмотрите. Вторым модулем мы видим вот эту зону хранения, пеналы, как называют кухонные. Холодильник. Да, встроенный холодильник, классный. Ага, и получается здесь уже в столовой, это некое продолжение кухни. Да, это третий модуль кухни, который тоже состоит из зон хранения. Также этот модуль еще выполняет важную архитектурную функцию, он скрывает стойки. Смотрите, как тут все эргономично. Стеллаж выезжает, берешь кофеечко и уходишь. Не нужно тянуться вглубь ящика, удобно. Ну, а теперь давайте посмотрим гостиную. Прикольный диван такой, велюровый, наверное. Да, это велюровый диван. Обрати внимание, он сделан с возможностью замены чехлов. Причем это делано наглядно, не спрятано как-то, а выделено даже цветом. И ты можешь поменять по своему настроению, желанию ту часть подуши, которой ты прикасаешься. Да, взять и перевернуть ее в другую сторону, в зависимости, если есть такое настроение. Или, например, ты хочешь попить вина и боишься, что велюр как-то пострадает. Вот композиция, по-моему, стоила в районе миллиона рублей. Это очень трендовая вещь, знаковая в дизайнерских кругах. И, представляешь, его даже подделывают, его копируют многие компании. Как Dolce & Gabbana и Versace? Да, да, именно так. Как Dolce & Gabbana и Versace. Это вот настолько знаковая вещь, что его копируют, и на него есть большой спрос. Несмотря на то, что камин нашего отечественного производства, русского, да, да, он имеет открытую часть топки, она не закрывается. И, исходя из этого, здесь сложная система дымососов сделана. Дымососы итальянские тянут в воздух, чтобы ни в коем случае ни один уголек не вылетел, пока в этой открытой топке горит огонь. Вот по поводу обслуживания этого камина. Так как он технически сложный, в год придется тратить на один дымоход примерно 50-60 тысяч рублей, чтобы там все прочищать, продувать. А здесь дымохода два. То есть, понимаете, все, соточку на стол каждый год. Вот интересно, у тебя тут телек находится прямо над камином. Он не греется от этого? Ну, конечно, он не греется, как раз потому, что здесь есть дополнительное стеклышко, которое изолирует самый такой напряженный поток огня. И, естественно, есть дымосос, который контролирует тягу. Из гостиной возвращаемся в холл. Обычно в этот момент я говорю, что все, осмотр первого этажа закончен. Но нет, здесь есть еще одно отдельное крыло спа-зона. Для съемок этого блога мы с командой стараемся находить для вас самые интересные, яркие и порой даже неожиданные объекты. Нам в этом часто помогает мобильное приложение Move.ru. Там всего одним касанием вы можете найти любой объект в нужном вам районе. В базе портала очень много объявлений, которые обновляются каждый день. Вы можете скачать мобильное приложение WebStore и Google Play по ссылке в описании. Ну, а мы продолжаем смотреть этот невероятный пахверк. Я знаю, вы любите, когда в доме есть свой бассейн. Здесь их даже целых два. Один длиннющий 8 метров и два в глубину, а другой небольшой, но... Ух, жутко холодный. Это купель. Мы уже сняли больше ста выпусков блога. И я первый раз встречаю в частном доме купель. Удивительно, зачем она нужна? Ну, как это зачем? Чтобы нырять в нее из сауны. Еще одно новшество для меня. Это не лиственница, как обычно бывает, а абаш. Такое дерево, которое обычно используют в финских саунах. А еще оно самое оптимальное по соотношению цена и качество. Честно говоря, мне здесь очень понравилось. Вот эти стеклянные стены прозрачные. Водичка в бассейне, как будто бы прямо из Мальдив. Такая же лазурная. Классно. Но есть минус. Это цена содержания бассейна. Я тут узнала, что в год его обслуживать стоит 200 тысяч рублей. То есть есть выбор. Берешь абонемент в ворд-классе, ну, типа модном фитнес-клубе Москвы, или бассейн дома содержишь. Вы бы что выбрали? Пишите в комментариях. Рядом с бассейном есть котельная. Дима, вещай. Что здесь? Да, котельная тут непростая. Она для площади 475 метров считается самой компактной. И систему Traverse, на которую можно в любой момент добавить новый коллектор, дополнительный блок или конфигурирует по новому старую систему. Также здесь сделана система умного дома, которая размещена вдоль стены. Все уместили на системе Traverse. Умный дом здесь не самый умный. Можно регулировать воду и свет. Все. Ну что, наконец-то я могу выдохнуть. Первый этаж я вам показала. Добро пожаловать на второй. Там тоже очень много интересного. Дима, смотри-ка. Обычно я на втором этаже привыкла видеть просторный холл. А ты здесь прямо у лестницы поставил стену с книгами. Зачем? Да, Майя, это не просто стена, это корпусная мебель, в которой ты можешь хранить книги, альбомы, фотографии и прятать все внутрь. И главная фишка этой мебельной истории, что за ней спрятана гардеробная. А как в нее попасть? Через какую дверь? А попасть нам нужно обойти зону библиотеки и попасть в гардеробную. Ну хорошо, пойдем. Какой потолок высокий. Да, Майя, 8 метров в коньке, представляешь? Знаешь, есть такое еще, по-моему, у японцев правило дома, что глава семьи всегда должен видеть всех членов под контролем. Да, и вот такие вот штуки в Японии предусмотрены, чтобы глава семьи, не спускаясь вниз, смог контролировать всех домочадцев. Первая спальня, самая волшебная, на мой взгляд. Смотрите, кровать как облачко, парящая между трех окон. У этой спальни нет своего личного санузла, то есть мастер спальни ее не назовешь. Санузел находится в противоположной стороне коридорчика, и он божественный. Наконец-то я нашла вход в гардеробную. Вот он. Вот и вторая спальня. Посмотрите, какая кровать. Это та же фирма, что и диван на первом этаже. Видите, молнии. Сразу можно представить, сколько стоит она. А, полмиллиона точно, а то и миллион. Еще здесь есть свой санузел с душевой кабиной, но самое крутое в этой спальне – большая терраса. Супер вообще. Вот, кстати, что я вам еще не показала. Это два крытых машиноместа и домик для прислуги. А за машиноместом находится как раз въезд на территорию именно этого дома. Можно вот так вот из одной спальни попасть совсем в другое пространство. Такое оно. Творческое. Ах, какая женщина, какая женщина. Кому б такую, а? Дим, вот я заметила, что у фахерковых домов есть как фанаты, так и хейтеры. Да. Можешь нам, пожалуйста, разъяснить, в чем действительно плюсы и минусы такого дома? Ну, плюс, конечно, потрясающие окна, это естественное освещение. А минусы? Ну, основной минус, конечно, это бюджет такого дома. Так как уход за деревом, какое бы оно ни было качественное, его нужно привести в состояние, вот как в данном случае. Ну, и он внутри должен быть очень крутым, потому что тут столько стекол, что видно все с улицы и будет неправильно сделать красивый дом снаружи и оставить его нерешенным внутри. А какие вот бывают заблуждения у людей, которые хотят себе фахверк, но не понимают, с чем собираются иметь дело? А основные заблуждения в том, что этот дом как-то сложно отапливать и что он холодный. Все переживают, что он холодный. Мы используем низкомиссионное стекло, которое не выпускает тепло и не позволяет холоду проникать в дом. Сколько сейчас примерно стоит такую хотя бы коробку построить? В среднем оценка идет от 80 тысяч за метр, если вот просто примерно прикинуть, сколько стоит коробка этого дома. Обалдеть, это то есть уже 30, 38 миллионов рублей. Да, это только коробка. О, господи! Меня шокируют такие суммы, честно вам скажу. Ну что, друзья, пришло время сделать вывод. Я первый раз оказалась в обжитом фахверке, да еще и с таким размахом. И, честно вам скажу, здесь очень уютно и воздушно. Не знаю, как этот садик с елями будет выглядеть зимой, но летом здесь просто восхитительно. Здесь, с какой стороны не встань, идеальное место для селфи. Знаете, вот один момент меня смущает. Не хочу я мыться за стеклянной стеной, как на прозрачной витрине. Ну, все-таки я дамочка стеснительная. Да и содержать этот дом довольно затратно. Поселковый сбор плюс вода, свет, газ примерно 50 тысяч рублей в месяц. Плюс обслуживание бассейна, дымохода и уборка в доме. Ну, а если не задумываться о всех этих бытовых моментах, что некоторые люди могут себе позволить, то этот дом прекрасен. Ну, а что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, я обязательно все почитаю, отвечу вам. А также, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на этот YouTube-канал. Я обратила внимание, что по статистике четверо из пятерых наших зрителей смотрят нас неподписанными. А чем больше у нас подписчиков, тем шире наши возможности бывать в новых, современных домах и квартирах. Меня, как всегда, зовут Майя Луткова. Жду вашу поддержку, лучи добра вам шлю. И увидимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok